Что случится, если попасть в кислотный дождь? Кислотные дожди — это осадки, содержащие повышенное количество кислот, обычно серной и азотной, которые образуются в атмосфере в результате реакции воды с загрязняющими веществами, такие как диоксид серы или оксиды азота, выбрасываемыми промышленными предприятиями, транспортом и электростанциями. Если же человек попадает под кислотный дождь, то прямого химического ожога не произойдет, так как уровень кислотности в этих дождях не настолько высок, чтобы вызвать серьезное повреждение кожи. Кислотность дождя обычно варьируется от pH 4,2 до 4,4. Это можно сравнить с уксусом или соком лимона. Однако, если попасть под кислотный дождь на длительный период, то на первой стадии кожа краснеет и появляется жжение из-за повреждений верхнего слоя, что часто сопровождается отеком. В 2024 году проблема кислотных дождей практически решена в результате глобальных усилий по сокращению выбросов загрязняющих веществ. Программы по контролю загрязнений, такие как Acid Rain Program, снизили возможность возникновения кислотных дождей на 95% по сравнению с 1990 годом. Важные сульфатные осадки, которые являются индикатором кислотных дождей, уменьшились более чем на 70%. Тем не менее, в некоторых развивающихся странах проблема все еще актуальна из растущей нейтрализации и недостаточных мер по контролю выбросов. На второй стадии возникает вода дыри, наполненной жидкостью, которая сигнализирует о повреждении более глубоких слоев кожи. Кислотные дожди были широко изучены в 60-х-70-х годах. Все время особенно пострадали озера, которые стали настолько кислыми, что в них погибла большая часть рыбы и водных организмов, например, озеро Эйли, из самых великих озер в Северной Америке. На третьей стадии появляются глубокие язвы, ткань начинает отмирать, что может привести к рубцеванию и серьезному осложнению. Важно отметить, что прямых жертв, которые бы умерли исключительно из-за кислотного дождя, в истории не зафиксировано, однако его влияние на консистемы и здоровье людей значительно, особенно в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.